Здравствуйте, меня зовут Лешов Евгений и это очередной серии видеоуроков, посвященных System Center Configuration Manager Current Branch. В этом видеоуроке я расскажу о том, что такое пакеты и зачем они нужны. Собственно, когда мы говорим про Configuration Manager, мы подражаем установку чего бы то ни было. Это, скажем, основное направление Configuration Manager. То есть мы устанавливаем пакеты, обновления, драйвера, операционные системы, запускаем какие-то скрипты на клиентах. Это все делается через пакеты. То есть все файлы в Configuration Manager представлены пакетами. И, скажем так, управление пакетами и установка пакетов — это первое, с чем столкнется начинающий администратор Configuration Manager. И я решил сделать такое некоторое введение в установку. В других видеоуроках я буду говорить про установку приложений, обновления операционных систем. Сейчас мы говорим про установку пакетов и вообще, что такое пакет. Я расскажу, какие есть зависимости, как нужно подготовить вашу систему, если вы будете работать с пакетами. Я думаю, вы будете работать с пакетами. Расскажу о том, что такое библиотека контента. Опять же, управление контента коснемся постольку, поскольку это очень такая сложная тема. Говоря про Windows Per Cache, Client Per Cache, не знаю, это PreStage Content и так далее. Это все такие очень сложные темы, когда мы говорим про какую-то крупную компанию с тысячами компьютеров, разбросанных по всему миру, у которой есть десяток distribution points, либо полсотни distribution points. Управление контентом — такая сложная, очень глубокая тема. И, наверное, я посвящу ей отдельный видеоурок. Ну и в конце видеоурока я расскажу о том, что такое пакет, как его создавать, как его устанавливать, как проверять, что он установился и так далее. Начнем с зависимости. Какие есть зависимости? Прежде чем вы начнете работать с контентом и создавать пакеты, вам нужно сконфигурировать софтверо-distribution компонент. Вам нужно поменять, если вы захотите, вдруг поменять настройки клиента и задеплоить эти настройки клиента. И вам нужно distribution point. Напомню, distribution point по умолчанию устанавливается, когда вы инсталируете свой сайт-сервер, если же вы отказались от этого, либо же если вам нужно более одной distribution point, вам, соответственно, нужно ее установить и сконфигурировать. Ну и сейчас базовые вещи, такие как software deployment component и настройки клиента. Итак, конфигурация компонента. Мы открываем наш сайт, configure site components и открываем компонент software distribution. На вкладке general мы видим несколько базовых опций. Первое — это параллельное копирование нескольких пакетов на distribution point. По умолчанию количество пакетов, которые вы в одно и то же время можете распространить на distribution point после их создания. Это три пакета и пять потоков на каждый пакет. Далее — retry settings. Если пакет по каким-то причинам не попал на distribution point, мы ожидаем 30 минут и дальше делаем попытку. Если он все-таки еще раз не попал на distribution point, мы ожидаем еще 30 минут и делаем еще одну попытку. И количество максимальных попыток — 100. Это все настройки по умолчанию. И настройки мультикаста — количество попыток и количество минут между попытками, если предыдущая попытка была неудачной. Далее — pull distribution point. Я об этом расскажу несколько позже. Здесь настройки аналогичны предыдущим. И network access account. Это в первую очередь то, что я конфигурирую, когда я устанавливаю сайт-сервер. Если мне не изменяет память про network access account, я рассказывал в видеоуроке по установке сайт-сервера configuration manager current branch. Но я повторюсь. Итак, network access account — это тот аккаунт, аккаунт, который используется компьютерами при доступе к контенту. В первую очередь компьютер пытается доступиться к контенту, используя свою запись компьютера, вида computer name dollar. И если эта запись не имеет достаточно прав для того, чтобы получить контент, тогда используется network access account. Этот аккаунт используется тогда, когда клиент пытается установить контент, запустить что-то там или скачать, и он находится в рабочей группе. Соответственно, а у нас домен, configuration manager требует домен. И в этом случае будет использоваться network access account. То есть мы будем предоставлять вот эти учетные данные. Когда компьютер у нас находится в недоверенном домене, опять же будет использоваться network access account. Либо когда вы будете устанавливать операционную систему, и внутри Windows PE компьютер еще не имеет своей учетной записи. Соответственно, он ничего не может предоставить configuration manager. И опять же в этом случае тоже будет использоваться network access account. Их, этих записей может быть несколько. Если одна учетная запись не имеет достаточно прав, мы будем использовать вторую. Если вторая, то будем использовать третью и так далее, и так далее по списку. Как добавить network access account? Вы можете указать уже существующий аккаунт, если вы конфигурировали для каких-то других задач какие-то аккаунты. Либо вы можете указать новый аккаунт. Настройки очень простые. Вы здесь указываете имя пользователя, указываете пароль и подтверждение пароля. В своей лабе я всегда использую учетную запись домена администратора. Это не проблема. Понятно, что такие полномочия не нужно давать в реальной среде. И для того, чтобы был доступ к distribution point, клиенту достаточно прав только read-only на distribution point. И второй момент, который вы, возможно, захотите проверить, это настройки клиента. Какие-то кастомные настройки. Но здесь обычно я проверяю, есть ли у клиента какие-то лимиты по битс. Нужно нам их использовать или нет. В моем случае нет. Ну и, возможно, client policy. Как часто скачивать политику. Соответственно, это имеет прямую связь с установкой контента. Если вы создали какое-то приложение, либо пакет и хотите прямо сейчас установить на клиента, вы должны понимать, что клиент по умолчанию будет проверять политику каждые 60 минут. По умолчанию у меня в лабе это 30 минут. Возможно, в реальной инфраструктуре это будет какое-то другое значение. Соответственно, вам нужно будет подождать вот это количество минут, которое вы здесь указали, чтобы вы не волновались по поводу того, почему я создал пакет, я его задеплоил на коллекцию, и у меня клиент через 5 минут не имеет этого пакета. То есть, client policy напрямую влияет на установку контента. Далее, distribution point. Это роль сервера, который хранит в себе все пакеты, которые нужны клиенту Configuration Manager. Грубо говоря, это просто общая папка на сервере, в которой помещаются все файлы, которые в том или ином виде используются клиентом Configuration Manager для установки чего бы то ни было. То есть, это все ваши скрипты, ключи реестра, драйвера, операционные системы, приложения, какие-то кастомные пакеты, просто пакеты, о которых мы сейчас говорим, те же самые обновления для операционных систем, либо обновления для приложений и так далее. То есть, все это в виде пакетов, в виде файлов, хранится просто в одной общей папке. Говоря про Distribution Point, есть несколько типов Distribution Point, и в большинстве случаев, когда вы говорите Distribution Point, вы подразумеваете стандартную точку распространения, она называется просто Standard Distribution Point, то есть, это тот сервер, с которого обычно клиенты скачивают пакеты, ну, все файлы, которые им нужны. Далее, еще один тип Distribution Point, это Cloud Distribution Point. Для Cloud Distribution Point у вас должна быть PKI инфраструктура, для Cloud Distribution Point у вас должна быть подписка Azure, у вас должны быть там ряд разнообразных настройок, в общем, это такая сложная штука, которая, во-первых, не каждому нужна, во-вторых, нужно просчитывать, если она нужна, нужно просчитывать, калькуляцию делать, это все размещается в интернете, и ваши клиенты могут из интернета, скажем так, из облачной Distribution Point скачивать пакеты, которые им нужны, но это может стоить вам каких-то определенных денег. Вот, и это в большинстве инфраструктуры, насколько я знаю, не используется. И есть еще один тип Distribution Point, это Pool Distribution Point. Говоря про Standard и Pool, можно сказать, что Standard это родительская Distribution Point, а Pool это в некотором роде дочерний Distribution Point, когда она используется. Если у вас есть какой-то филиал, например, у вас там есть область, в области есть главный филиал, есть дочерние филиалы в каких-то маленьких городах, то между вашими дочерними филиалами и областным филиалом есть хорошие каналы, а между вашими дочерними филиалами и главным офисом плохие каналы, то логичнее поместить так называемый Standard Distribution Point в главный, областной филиал. А в маленькие города поставить Pool Distribution Point, это та Distribution Point, которая будет с родительской Distribution Point стаскивать пакеты, а не обращаться за этими пакетами к сайт-серверу. То есть вы будете экономить ваш трафик и ваши деньги. И последний момент, который хотелось бы отметить, что Distribution Point по умолчанию выбирает тот логический диск, на который она будет помещаться и который она будет заполнять своими пакетами, на котором больше всего свободного места. В этом случае, если у вас есть диск, например, D, диск E и диск C, будет использован один из ваших дисков, например, D, потом Distribution Point съест все место, перейдет, например, на диск E, а после этого она может перейти на диск C и помещать туда пакеты. Ну, понятное дело, это не очень хорошо. И если вы хотите, скажем так, защитить какой-то диск, логический диск от компонентов Configuration Manager, вы должны создать пустой файл, который называется no.smsondrive.sms на этом диске. И Configuration Manager это будет сигнал о том, что на этот логический диск нельзя помещать какие-либо файлы, в том числе и ваши пакеты. Ну, и несколько слов о том, как вы можете установить Distribution Point и как вы ее можете сконфигурировать. Итак, у меня уже есть одна Distribution Point на моем сайт-сервере. Если же я хочу поставить более одну Distribution Point в моей инфраструктуре, я нажимаю Create Site System Server, я выбираю имя компьютера, на которое я хочу поместить Distribution Point, код сайта, и дальше я указываю Site System Installation Account это та учетная запись, под которой будет устанавливаться Distribution Point. Если мой сайт-сервер имеет права на моем DC, например, на контроллере домена, административные права, то тогда можно использовать этот аккаунт. В ином случае вам нужно будет указать какой-то другой аккаунт, например, какую-то сервисную учетную запись. Обычно в компаниях в реальной инфраструктуре есть сервисные учетные записи. Вы можете добавить новый аккаунт, либо указать существующий. Например, вот у меня есть доменный администратор, который работает уже там для нескольких ролей, в том числе я показывал ранее, это мой network, access аккаунт и так далее. Я могу выбрать его. Этой роли не нужно подключение в интернет, поэтому прокси мы пропускаем. Мы выбираем нашу Distribution Point. И далее у нас следует ряд настроек. В первую очередь нам нужно указать, что мы хотим установить и сконфигурировать АЭС, который требуется для Distribution Point. Выбираем HTTP либо HTTPS, если у вас есть инфраструктура PKI, если вы подготовили ваши сертификаты для Distribution Point, вы можете выбрать этот режим. И, соответственно, вам нужно будет импортировать здесь сертификат. Ну, поскольку у меня используется HTTP, я просто говорю, что нам достаточно самоподписанного сертификата. Нажимаю Next. Далее Drive Settings. Это то, о чем я вам говорил. Вы можете автоматически, да, Distribution Point, выбрать логический диск с наибольшим количеством свободного места, и он будет использоваться для Distribution Point после того, как она съест все место на этом логическом диске, она перейдет к следующему логическому диску и так далее, пока не доберется до диска C. Либо же вы можете здесь сразу указать, куда вы хотите поместить ваш Content Library, то есть вашу библиотеку контента. Primary Location, Secondary Location. Вы можете выбрать разные диски. Далее вы переходите к конфигурации Pool Distribution Point. То есть вы говорите, что этот Distribution Point будет работать как Pool Distribution Point с родительской, скажем так, Distribution Point. То есть вы должны указать, кто у нее будет стандарт Distribution Point. В моем случае это мой Configuration Manager. Я выбираю свой Configuration Manager здесь. Если я вдруг хочу сделать мой контроллер домена Pool Distribution Point, и также вы здесь можете выбрать приоритет. В моем случае это не будет Pool Distribution Point, это будет стандартный Distribution Point. Дальше вы можете выбрать PXE. Обычно в этом нет смысла, если вы не собираетесь устанавливать операционные системы по сети. Обычно я это конфигурирую позже. Здесь настройки для установки операционных систем по сети. Настройки Multicast. Вы можете включить Multicast, если у вас есть WDS опять же. Когда вы хотите валидировать контент, по какому расписанию? То есть на Distribution Point будет находиться какой-то контент и будет проверяться его валидность, все ли с ним в порядке. По умолчанию это происходит еженедельно. Вы можете сказать, что вы хотите валидировать этот контент ежемесячно, либо по какому-то кастомному интервалу. И далее вы должны добавить эту Distribution Point в группу границ. Для того, чтобы клиенты, которые входят в эту группу границ, пользовались этой Distribution Point. Вы можете создать какую-то группу границ, либо добавить ваш Distribution Point в уже существующую группу границ. Далее вы нажимаете Next и происходит установка Distribution Point. Я делать этого не буду для моего контролера домена. Я думаю, это не стоит делать. Ну и после здесь у нас появится один дополнительный сервер, на котором будет указана роль Distribution Point. Итак, Content Library. Как я уже сказал, это общая папка на сервере, в которой хранятся все требования клиенту файлы для установки чего бы то ни было, начиная от приложений и заканчивая драйверами операционных систем. Content Library находится на каждом сайт-сервере и на каждой Distribution Point. Внутри Content Library есть несколько подпапок, о которых я расскажу чуть позже. И контент в этих подпапках, скажем так, разбит кусками. Отдельно идет информация о контенте, отдельно идут файлы и так далее. В первую очередь, когда вы создаете ваш пакет, ему присваивается уникальное значение, уникальный его ID, который состоит из 8 цифр и букв. Первые три буквы или там буквы и цифры это ваш код сайта. В моем случае это QQQ. И дальше у нас идет 5 цифр. То есть, как вы знаете, ваш код сайта это три либо же буквы, либо цифры, либо только цифры. И дальше идет 0, 0, 0, 1 и так далее. И по этому ID вы можете найти информацию в PackageLib. То есть в вашей контент-лайбре есть подпапка PackageLib, которая хранит список всех ID ваших пакетов. Далее, когда вы открываете этот INI файл, вы в нем можете найти указание на контент. В моем случае это контент, нижнее подчеркнение 54, 0, 5 и так далее. То есть все, что нам нужно запомнить 54, 0, 5. Далее, когда мы открываем папку DataLib, мы в нем можем найти в этой папке описание структуры вашего пакета. То есть это либо один файл, либо более. Но опять же, это не реальные файлы, это только описание этих файлов в INI. И что нас интересует здесь, это хэш этого файла. Он там имеет какое-то длинное значение. Мы запоминаем первые 4 цифры. В моем случае, в моем примере, это DD78. И далее мы уже попадаем в папку FileLibrary, FileLib, в которой хранятся как бы файлы, но как бы и нет. То есть это тоже некоторое представление таких ваших инсталляционных файлов. И по хэшу мы находим там DD78, открываем папку, и внутри есть несколько файлов. В моем случае здесь 3 файла. Первый файл это INI файл, это конфигурационный файл. Дальше это подпись этого файла уникальная. И 50 мегабайт, который вы видите, это собственно наш файл, только у него нет какого-то расширения. Если вы переименуете этот файл там в исходный файл, там .mci, либо .exe, это будет исполняемый полноценно работающий файл, и вы можете его использовать. Ну, при работе с контентом это редко когда требуется. Просто моя цель была рассказать, что вообще такое контент-лайбрари. Ну и сейчас я покажу, как можно управлять контентом, как его можно искать. Как я уже сказал, это будет очень-очень базовый видеоурок. Самые азы управления контентом. Я не буду углубляться, поскольку управление контентом это очень сложная тема. Как вы можете найти вообще ваш контент, который у вас есть, и в каком состоянии он находится. Вы открываете Monitoring, Distribution Status, Content Status, и здесь у вас представлена, скажем так, ну не структура, а представлен список вообще всех ваших пакетов, которые у вас есть. В моем случае это 47 пакетов. Вы здесь видите имя ваших пакетов, тип ваших пакетов, то есть это приложение, загрузочные образы, операционные системы, Upgrade Package, который вы используете, если вы хотите обновлять операционную систему, просто пакеты, то есть какие-то файлы, либо же программы, об этом я расскажу чуть позже, и Software Update Packages. Далее, вы здесь видите единички, либо нули, это назначен этот пакет на Distribution Point, либо назначен, то есть установлен он, либо не установлен. Как мы видим, здесь вот статус контента Success, то есть на одну Distribution Point я добавил этот контент, я его распространил 0, подразумевается статус Unknown, то есть вы его никуда не деплоили, этот пакет. Далее Size, то есть размер пакета в мегабайтах, Compliance 100%, у меня здесь либо же 100, либо 0, поскольку у меня только одна Distribution Point, других вариантов быть не может. Но если у вас там более чем одной Distribution Point, и вы распространяете этот контент на Distribution Point, вы здесь можете видеть разные цифры, там 60%, 80%, 40% и так далее. То есть в каких-то случаях пакет может попасть на Distribution Point, и статус будет Success. И чем больше Success, тем, соответственно, здесь Compliance в процентах будет выше. А если же будет In Progress, либо Fail It, соответственно, ну здесь вот это не будет равняться 100% этот показатель. Далее, Date Created, когда был создан этот пакет, его версия, здесь по единичкам, то есть было просто создание пакета, и ничего с пакетом не происходило, но в некоторых случаях у нас может пакет меняться, что-то внутри пакета может изменяться. Соответственно, вот у меня, например, клиент Configuration Manager, изменения, вот 8 изменений было, Source Version 8. И Package ID, то есть ID всех моих пакетов для инфраструктуры, то есть код сайта BFG, ну и дальше 5 цифр, которые как-то идентифицируют этот пакет. Если вот, например, взять этот пакет, там 0019, мы можем его найти в моей Content Library. Открываем мой контент, то есть это Visual C++2012. У него вот такой вот уникальный код 84A0. Мы открываем DataLib, мы ищем описание этого пакета, его внутреннюю структуру. И я вижу, что в моем пакете есть три файла. В первую очередь это само приложение, то есть это Visual C++ и 642012 для компьютеров с расширением .exe. И два файла, которые, при помощи которых я устанавливаю это приложение, это PowerShell скрипты для установки и для удаления моего Visual C++. Если открыть этот файл, мы видим хэш, мы видим сайз, там атрибуты, время изменения. Нас интересуют первые четыре цифры. Заходим уже в FileLib. Ищем этот контент. И здесь, собственно, есть у меня конфигурационный файл, который просто описывает этот контент. Есть подпись этого контента для передачи на другие сайты. И есть 7 мегабайт, size 7 мегабайт, то есть это файл без расширения. Но если мы поставим точку здесь и скажем, что это exe-файл, мы можем его использовать. То есть, как вы видите, изменился значок, это полноценный будет исполняющий файл. В моем пакете мы его там можем скопировать, вручную установить где-то на клиенте этот Visual C++. Ну, собственно, добрались мы до самого пакета. Итак, что такое пакет? Пакет, когда мы говорим про приложение, это ваше приложение, которое вы можете устанавливать на компьютер, либо же пакет, это ваши какие-то файлы. В данном случае я буду говорить, что пакет — это приложение, при помощи которого я хотел бы установить какую-то программу на клиентский компьютер. Внутри пакета, как я уже сказал, могут быть абсолютно различные файлы, там скрипты, какие-то бад-файлы, ключи реестра, которые вы хотите запустить и так далее. Но сейчас я буду говорить о том, что это исполняемые файлы. Почему вообще пакеты используются? Немножко окунувшись в историю, можно сказать, что, поскольку сейчас есть Application Model, про установку приложений я буду говорить в другом видеороке, тоже очень большая такая интересная тема. Пакеты, как таковые, пришли из SSM 2007, в которых они использовались как основной метод установки приложений. По-другому, кроме как не через пакеты, нельзя было установить приложение. Сейчас Applications имеет намного больше возможностей, на голову выше пакетов, и в большинстве случаев, когда у вас новая инфраструктура, вы, скорее всего, будете работать с приложениями. Когда вы работаете с пакетами, когда вам нужно либо же доставить на клиента какие-то файлы, то есть вы просто берете в папку, там накидываете какие-то скрипты, к примеру, какие-то конфигурации на файлы, и вам нужно эти там PowerShell скрипты, либо VBS скрипты запустить на клиенте. Для этого вам нужен пакет. Во вторую очередь, если вы сделали миграцию из SSM 2007, у вас там была какая-то очень сложная инфраструктура, структура пакетов, если это тысячи файлов, тысячи программ, все это переконвертировать в приложение, то, что было там заскриптовано, там какими-то батниками, очень сложная иногда будет процедура установки пакетов, иногда невозможно. И вам приходится поддерживать, скажем так, эту структуру пакетов для ваших новых клиентов, там если вы смегрировали там с Windows 7, например, там на Windows 10, и вы смегрировали с SSM 2007 на Configuration Manager Current Branch. И вы потащили в процессе миграции там 5000 пакетов. Все это переделать в приложение, сделать это все красиво, на это уйдут годы. Ну и для этого вы, собственно, используете пакеты. Если вы будете что-то создавать новое, ну вряд ли вы обратитесь к пакетам. Скорее всего, вы просто будете создавать приложение. Вот, но я покажу, собственно, как работать с пакетами. Как вы можете создать пакет? Вы можете создать его из так называемых Definition Files, когда вы можете создать Client Configuration Manager Upgrade, либо Device Management Client Transfer. Очень редко кто это использует для того, чтобы, в общем-то, в этих файлах есть, скажем так, преднастройки, есть некоторое описание пакетов, и вы можете автоматизировать создание конкретно пакетов для установки Client Configuration Manager. Но в большинстве случаев пакет, как я уже сказал, это просто файлы, которые вам нужно каким-то образом запустить. И запустить этот файл вам помогает программа. То есть программа описывает командную строку, которая будет выполняться на клиенте в моменте установки. Либо там это setup.msi с каким-то ключом, либо это setup.exe с каким-то ключом и так далее. Кроме того, программа может содержать некоторую дополнительную в себе информацию, такую, как ожидаемое свободное место на диске, от имени какого пользователя мы запускаем, точнее, от пользователей, либо же от системы с правами администратора, для какой операционной системы мы можем запускать этот пакет, и так далее. После того, как вы создали пакет, вы указали ваши файлы, которые будут входить в этот пакет, вы указали программу, при помощи которой вы будете устанавливать, запускать, точнее, этот пакет. Далее вы создаете deployment, то есть вы назначаете задачу установки этого пакета на клиентов. У вас может быть два типа, available и required, то есть либо вы разрешаете клиенту что-то установить, то есть пользователь сам может выбрать, хочет он устанавливать это приложение, либо нет. И второй момент, это required, второй тип, то есть вне зависимости от того, хочет пользователь устанавливать, либо нет, вы по какому-то расписанию, вы просто берете и устанавливаете этот пакет. Ну и небольшая демонстрация о том, как можно создать пакет, его распространить, и посмотрим результаты на нашей Windows 10, на нашем клиенте, куда мы будем устанавливать это приложение. Для того, чтобы создать пакет, мы заходим в Software Library, и здесь у нас собраны, скажем так, все возможности по установке чего бы то ни было. Это операционные системы, драйвера, обновления для операционной системы и так далее. Нас интересует Application Management, пакеты, и что мы здесь видим? Мы здесь видим имена пакетов, программы, то есть сразу, смотря на этот столбик, можно сказать, что у меня из шести пакетов, у меня только один пакет является реальной программой, то есть которую я могу установить, это Collide Codec Pack. Остальные пять пакетов, это просто файлы в том или ином виде, которые нужны клиенту для установки чего бы то ни было. Например, если вы хотите переконфигурировать в процессе установки Windows 10 меню, Windows 10, вы там готовите различные скрипты, конфигурационные файлы, пакетируете, все это дело делаете из этого пакет, и потом в процессе установки операционной системы эти файлы будут использоваться для того, чтобы поменять как-то облик вашего старт меню. Мы здесь видим производителя, версия пакета, ID пакета, Package Source flag я, наверное, отключу. Мне это не интересует. Далее, то есть по правому клику вы можете включать какую-то дополнительную информацию, либо же выключать, я в моем случае включил еще Package Source Pass, то есть я вижу, где лежат сорсы для этих пакетов, size, то есть размер этих пакетов, когда был пакет создан, Source, сайт я, наверное, тоже выключу, поскольку у меня только один сайт. Мне не интересно. И Source Version, и Storage Package Version, то есть версия файлов в источнике, в Source, и версия пакета, который лежит на Distribution Point. Ну, а ниже я вижу такую сводную информацию, статус контента, то есть он был, когда задеплоен, и на какое количество Distribution Point, и его ID. Итак, создадим пакет. У меня есть, для примера, 7-Zip. Просто MCI пакет, очень быстро, очень простая установка. Он лежит у меня там в Deinstall, 7-Zip. Мы говорим, что это будет 7-Zip Demo, например. Производитель, язык, версия. Мы говорим, что в этом пакете будут какие-то файлы. Выбираем либо же сетевой путь, либо же локальный путь к файлам. Мы оказали папку, где будут лежать наши файлы. Нажимаем ОК. И дальше мы выбираем, нужна ли нам программа для этого пакета. Но в моем случае она, понятное дело, нужна. То есть у нас будет стандарт программ. В случае, если это какие-то скрипты, у вас опять же может быть либо стандарт программ, но тогда вам в эту же папку нужно будет положить там ваш какой-то там CMD файл или PowerShell скрипт и нужно будет прописать, как его нужно будет запускать. То есть в виде программы мы будем это запускать. Либо же, когда это TAS Sequence, то есть когда вы устанавливаете операционную систему, вы просто создаете набор файлов. в этой папке вы добавляете набор файлов и уже там в шагах установки операционной системы вы указываете, как вы хотите запускать определенные файлы. То есть вы можете не создавать программу, это не является обязательным. Я же буду создавать программу. Я хочу сказать, что это у нас 7zip инсталляция. Я выбираю Command Line. Command Line это та командная строка, которая будет запускаться на клиенте для установки этого пакета. В моем случае это mci-пакет и ключ queue. В принципе, этого достаточно. Run Normal. В принципе, я знаю, что произойдет тех установок. У нас здесь есть Normal, Minimized, Maximized и Hidden. Программа будет запускаться только тогда, когда у нас юзер не залагонен в систему, только тогда, когда у нас юзер залагонен в систему, или нас не интересует, будет юзер залагонен или нет. Ну и, соответственно, Run Mode сразу переключается в Run with Administrative Rights. То есть, если юзера нет в системе, мы в любом случае это установим пакет и мы будем его устанавливать от имени системы. Кроме этого, у нас есть возможность дать пользователю как-то взаимодействовать с процессом инсталляции системы, но обычно в пакетах это никто не делает и эта опция не используется. Итак, требования. В первую очередь запустить какую-то программу перед установкой этого пакета. То есть, мы можем выбрать либо же какой-то другой пакет и там запустить установку. Например, если у нас есть какие-то зависимости, вы можете создать один пакет, который будет добавлять какие-то ключи реестра и второй пакет, который будет уже устанавливать программу, которая требует определенных ключей реестра. Либо же вы внутри одного пакета можете создать несколько программ и будете указывать, что перед запуском основной программы мы будем запускать какую-то дополнительную программу, то есть, что-то будет происходить с компьютером, как-то он будет конфигурироваться перед установкой приложения. И, кроме этого, здесь вы можете в платформе requirements определить, для какой операционной системы вы готовите этот пакет. Для какой-то определенной Windows 10 либо Windows 7 либо для всех платформ обычно устанавливается это уже на коллекцию, на какую-то не на All Systems, а на коллекцию, в которой находятся уже определенные компьютеры. И дальше ожидаемое свободное место на диске в мегабайтах и сколько времени в минутах мы даем максимально на установку этой программы. 120 минут, если через 2 часа программа не сможет себя установить, у нас будет сбой установки, мы просто прекратим установку, ну, не получилось. мы нажимаем Next и, собственно, наш пакет готов. Дальше этот пакет нужно будет добавить на Distribution Point. Мы выбираем Distribute Content, выбираем нашу Distribution Point. и можно отследить статус контента. Как видите, контент сейчас In Progress и он добавлен на одну Distribution Point. Это маленький пакет, поэтому он туда быстро попадет. Мы видим состояние контента Success, то есть он был добавлен на Distribution Point. Здесь же есть сразу же линк на Content Status. Мы сразу попадем в Monitoring. И мы видим здесь Content Status, наш 7-zip у нас был успешно добавлен на Distribution Point. и у пакета тип назначен на одну Distribution Point, его размер, его ID, версия пакета, время создания. Кроме того, мы можем посмотреть дополнительную информацию по тому, как он попал на Distribution Point, скажем так. Все ли в порядке. То есть мы видим, что у нас был он назначен на одну Distribution Point, статус Success. мы видим сообщение, что пакет был успешно добавлен с таким вот кодом на такую-то Distribution Point. In Progress у нас здесь будет пусто, Error и Unknown, соответственно, тоже там все будет пусто, поскольку у нас один пакет, одна Distribution Point, пакет очень быстро туда доехал, в принципе, нет никаких проблем. Кроме этого, мы можем кликнуть на More Details и введите эту же информацию в таком виде. Кроме этого, отследить добавление контента на Distribution Point можно через этот лог, это Distribution Manager лог, мы его открываем, я здесь нашел информацию о своем пакете, мы здесь видим, что у нас пакет с моим кодом 0.42, вот собственно наш 7zip 0.42, был добавлен в очередь на Distribution Point, на добавление мы будем копировать файлы из D Install 7zip, мы будем игнорировать добавление этого файла на диск D, извините, на диск C, поскольку у нас здесь лежит no.smsondrive.sms, тот файл, о котором я говорил, и соответственно процесс будет проходить на других логических дисках, у нас здесь есть информация по алгоритму хеширования, но мы это пропустим, то есть здесь можно найти его хеш, под которым он будет храниться в нашей Content Library, ну и так далее, он у нас добавляется на Distribution Point, здесь мы видим настройки, которые были вычитаны из нашего компонента, софтвер Distribution, который мы конфигурировали количество интервалов и так далее, ну и мы видим, что он в принципе был успешно добавлен, создан, и у нас с ним нет никаких проблем, но после этого можно его распространять на клиентов, то есть назначать на какую-то коллекцию, я нажимаю кнопку Deploy, я выбираю коллекцию с компьютерами, контент был найден на Distribution Point, если вы вдруг забыли его добавить на Distribution Point перед тем, как вы распространяете этот пакет, то есть вы могли здесь выбрать Distribution Point и в процессе назначения пакета на клиентов он сразу же и мог был быть добавлен на Distribution Point, я предпочитаю делать это заранее, мы выбираем здесь тип Available либо Required, я выбираю Required, то есть я обязательно хочу установить этот пакет на наших клиентов, мы выбираем здесь расписание, мы можем выбрать когда пакет будет доступен на клиентах, то есть они из политики вычитывают, что установка этого пакета должна быть произведена вот тогда-то, завтра-послезавтра, то есть вы можете это здесь задать, и когда установка этого пакета будет Expired, то есть когда она уже будет неактивна, соответственно, вы, например, даете вашим компьютерам время на установку этого пакета два дня, с сегодняшнего дня и следующие два дня, после этого, если они не смогли установить этот пакет, вы его считаете, например, устаревшим, и они больше не могут его устанавливать, в моем случае я выбираю расписание определенное, то есть здесь мы можем выбрать в какое-то определенное время этот пакет будет принудительно установлен, то есть мы можем задать какое-то время там вне бизнес-часов, либо же по какому-то событию, то есть когда был логон, когда был логов, либо же как можно быстрее, то есть as one as possible, я здесь выбираю as one as possible, нажимаю окей, и как только клиент конфигурация менеджера из политики, скачанной с менеджмента он вычитает информацию о том, что ему назначена установка этого пакета, он сразу же и установит этот пакет, и rerun behavior, то есть это поведение клиента, если пакет был неуспешно запущен, неуспешно произошла инсталляция этой программы, но по умолчанию есть у нас вариант перезапустить еще раз, если предыдущая попытка была неуспешной, я оставляю это по умолчанию, нажимаю next, здесь оставляю тоже все параметры по умолчанию, notification settings, либо разрешить перезаржать компьютер, либо сервер вне часов обслуживания, у меня их в принципе нет, для моих клиентов Windows 10, я нажимаю next, как мы будем скачивать этот пакет, у нас есть два варианта, либо же мы будем запускать этот пакет напрямую с distribution point, либо же мы можем его скачать на компьютер и запустить локально, кроме того, у нас может быть такая ситуация, что у нас есть несколько групп границ и несколько distribution point, но на нашу distribution point, в нашей группе границ этот пакет не был добавлен, соответственно, когда клиент получает политику и в политике сказано, что он должен установить этот пакет, он пытается его найти в первую очередь на своей distribution point, если он не находит на своей distribution point, он может переключиться, скажем так, на соседний distribution point в другой группе границ, а эта группа границ может вообще быть на другом континенте, то есть и по медленному каналу нет смысла тянуть какой-нибудь, к примеру, пакет офиса, и у нас есть две опции, если пакет не находится на distribution point в нашей группе границ, мы не разрешаем его установку, поскольку это может быть очень дорого, либо очень долго передавать этот пакет, либо же мы говорим, что контент должен быть скачен с той distribution point и запущен локально, кроме этого, у нас еще есть опция, если distribution point недоступна в нашей группе границ, то мы можем использовать distribution point в другой группе границ, это на тот случай, если вдруг у нас есть какие-то проблемы с нашей distribution point и мы знаем, что соседний distribution point, она, скажем так, близко и она недорого нам обойдется, вот, то есть это возможно какое-то соседнее здание либо соседний филиал в этом же городе, и мы можем без проблем скачать с другой distribution point, нам нужный пакет, ну, а настройки по Windows Branch Cache я не буду пока комментировать, поскольку мы еще не начали глубоко разбирать управление контентом, я нажимаю next, нажимаю next, ну, собственно, после того, как клиент вычитает политику, он принудительно установит сразу же пакет с 7-Zip, так, клиент обновил политики, я хочу убедиться в том, что моя программа была успешно установлена, этот пакет был успешно запущен, я открываю логи клиента execution manager, exec.mgr, то есть это менеджер, который отвечает за запуск и установку пакетов, я вижу, что политика приехала, в политике указано, что у нас есть пакет с таким-то ID, с такой-то программой, я вижу, что клиент начал скачивать, как вы видите, состояние перешло из not exist to advanced download, у нас есть пакет с таким-то ID, у нас есть объявление, то есть назначение этого пакета, у него вот такой вот ID, пакет был успешно скачен, пакет попал в папку c windows ccmcache, то есть это папка к кэш клиентов, в которую попадают все пакеты, которые запускают клиент, папка была названа q, в папке вот такой вот был mci-файл, который мы запустили с ключом q, и что самое важное, мы ищем программ exit code 0, то есть программа установилась, и код 0 говорит о том, что программа была успешно запущена, успешно установлена. Посмотрите статистику, как программа была запущена, либо вообще какая-то установка отработала на ваших клиентах, можно через мониторинг deployment и выбрать ваше назначение, поскольку смысл читать логи есть тогда, когда вы на один-два компьютера назначили установку, и вы хотите просто посмотреть, все хорошо или нет. Если же у вас какая-то массовая установка там на 100, либо там на 1000 компьютеров, вы из 1000 компьютеров не будете открывать логи и читать, как все прошло, то есть логичнее это все сделать через deployments. И здесь опять же у вас success, in progress, error, requirements, not mid, имеется в виду, что вы назначили, например, установку пакета либо там какого-то приложения на коллекцию, допустим, со всеми вашими компьютерами Windows, но внутри пакета вы сказали, что только для Windows 8 этот пакет будет доступен. Соответственно, здесь в requirements.not.mid вы будете видеть список компьютеров, которые не подходят под заданные вами требования. На фладке success вы будете видеть список компьютеров, где этот пакет успешно отработал, имя компьютера, имя пользователя, под которым запустилась установка, в данном случае это systems, message.id 10.008 говорит о том, что статус type у нас success и описание программы было выполнено успешно. Ну а deployment.id это, собственно, ваше назначение вашего пакета, то есть у него вот такой вот id статус. In progress, если у вас компьютеры устанавливают этот пакет, это какой-то очень большой пакет, такой очень тяжелый и установка может длиться полчаса либо час, здесь вы их увидите. Если компьютеры устанавливали этот пакет и что-то произошло не так, то есть что-то произошло с ошибкой, соответственно, здесь вы их увидите. И статус unknown, когда компьютеры либо еще не получили ваш пакет и не начали установку, либо же начали установку, но еще не успели отчитаться Configuration Manager о том, что они установили либо не установили этот пакет. Я надеюсь, этот урок был вам полезен, а в следующих видеоуроках я расскажу о том, как устанавливать такой сложный и тяжелый контент типа приложений, операционных систем и обновлений для вашей операционной системы. Продолжение следует... Продолжение следует...